И всем привет, ребят, с Минстер Байк, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен обзору нашего видеоблога. Именно в нем сегодня появилась очень интересная информация, связанная с заданками. Буквально несколько недель назад уже на тестовом сервере эти заданки у нас появлялись. И тогда я крайне негативно выражался по этому поводу, так как реально это выглядело как задания, которые стали сложнее. А по итогу ничего хорошего мы не получили. Но уже сегодня в видеоблоге появилась новая интересная информация, которую мы вместе с вами разберем. Если вам подобного рода видосы нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 1 миллион кристаллов на 15 тысяч танкоинов. Для этого настройка игры в аккаунте установите ему личный такт, тактимп. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же интересного нам сегодня рассказали в нашем видеоблоге? Давайте вместе с вами послушаем, посмотрим. Хотя в принципе слушать наверное нечего. То есть в общем и целом у нас есть 9 миссий, за которые вы в сумме выполняя их, при том, что здесь довольно, я так понимаю, легкие будут миссии, заработать кристаллы, заработать звезды, активировать расходники в битве, использовать овердрайв в битве, завершить любой бой там. И все вот это вот дело, да, то есть у вас будет 9 заданок, за которые вы, выполнив все, получаете по одной звезде. Ну и когда вы выполняете все миссии, вы получаете эти самые замечательные 3 контейнера. Да, да, то есть у вас в сумме получается все то же самое, что вы на сегодняшний день можете залутать с ежедневных заданочек. Да, то есть вот например это все те же самые 9 контейнеров, ой 9 звезд и 3 контейнера. Но появляется новая интересная информация о том, что выполнив эти заданки, сверху будут появляться дополнительные задания, с которых можно будет получить дополнительные еще сверху призы. А именно 1 контейнер и выполнить, ну тут максимально все просто, да, уничтожь вражеские танки, уничтожь танк критический урон, вводи в тройку лидеров, активируй защиту, двойной урон, ускорение, открыть стандартный контейнер. Все, то есть вы выполняете еще дополнительные миссии и сверху получаете еще конт, то есть вместо 3 контейнеров и обычных 3 заданок, вы получаете 9 легких заданок и 3 те самых контейнера и сверху еще небольшую пачку заданок, за которую вы можете сверху получить еще один контейнер. То есть в сумме получается, что вы будете выполнять больше заданок, но по факту я думаю, что это все дело будет также реально выполнить там условно за один бой, да, то есть ну просто здесь как бы выглядит как будто их много, на самом деле тут все элементарно, здесь не надо какие-то определенные режимы там выполнять, не надо что-то сверх такое сложное делать и сверху вы можете будет получить еще один контейнер. Итого 4 конта в день вместо 3 обычных на дистанции, то есть условно за месяц это плюс 30 дополнительных контейнеров, а 30 дополнительных контейнеров это может быть условно дополнительные 100 тысяч кристаллов. Да, в целом, наверное, выглядит неплохо. Но это еще не все. У нас же есть еще и недельные заданки. Вместо недельных заданок у нас так же само будет появляться задание, с выполнив который, вы сможете дополнительно получить еще и ультра-контейнеры, да, то есть здесь есть уже заданочки, то есть будут такие же самые сначала дефолтные заданки, как ежедневные, да, и будут еще дополнительные заданки с ультра-контейнерами. Именно эту информацию в видеоблоге нам сказали. Ну и в целом, все это дело выглядит уже намного-намного позитивней. Ведь когда изначально вышли у нас эти заданки, да, и когда их показали на тестовом сервере, я был, честно говоря, крайне-крайне расстроен и зол, да, потому что ты должен выполнить больше миссий, а получить за это все те же самые награды. Но если у нас добавляются дополнительные миссии, то есть у вас есть возможность их выполнять, есть возможность их не выполнять, да, то есть вы хотите, выполняете, не хотите, не выполняете, и сверху просто забираете дополнительную формилочку. Почему бы и нет? Почему бы не забрать эту формилочку, да? Ну и я, честно, уже более позитивно начал смотреть на эту всю ситуацию. Будем следить за тем, когда эти заданки появятся у нас на основных серверах. Исходя из этой информации, которая была в этом видеоблоге, сказали то, что уже в ближайшем обновлении эти миссии появятся в игре. То есть, грубо говоря, через неделю у нас эти заданки появятся на основных серверах. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Рады ли вы тому, что будет возможность фарма дополнительных контейнеров и предметов? Либо же вы, наоборот, не согласны с этим и считаете, что три заданки, которые есть на сегодняшний момент времени, этого вполне достаточно, и ничего здесь в этом плане менять не нужно было бы, да? Ну, либо же вы считаете, что, выполнив легенькие заданки, можно заформить контейнеры и сверху получить еще приблечечку. Пишите все свои мысли, обязательно поддержите данный видос лайком, за оперативность, за скорость, ну и за информативность. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, чтобы не искать новые видеоролики. Ну, а с вами был Мистер Ванька, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!